Муратханова сюда и значит мы бы хотели сделать такую презентацию нашего журнала Интерпоэзия вот здесь сидят опять же наши любимые авторы и настоящее будущее и по традиции мы делаем такое небольшое чтение по одной-две вещи каждого автора вот я знаю, что кое-кто подготовил специальное выступление я умираю от любопытства, ожидая появления Глеба Швепикова так что мы никакого списка естественно там не писали просто тут все мы друг друга знаем и поэтому просто просим выйти по одному-два стиха прочесть приятно друг друга послушать я лично слышу вас крайне редко через Атлантический океан очень плохо слышно вот, поэтому пожалуйста подготовьтесь каждый из вас подготовьтесь, пожалуйста Вадим, ты готовы? да, наверное, пока гости готовятся я прочту пару стихотворений да, вообще Андрей будет руководить процессом долго на осень, глядя в окно можно забыть и тебя заодно в парке пустынном женщина с дочкой до темноты собирают листочки и на мою фигуру в окне пальцем показывают как на скульптуру ты оказалась в это мгновенье лишь безымянной пищей забвенья точкой неясной рыжим листочком может поднимут в темноте не увижу ни вина, ни гурий не надо небо синее ветвь граната зерна светятся манят до дрожи под шершавой треснувшей кожей но чем дольше из памяти рву детство выгоревшую траву тем сильнее боюсь подмены и больнее жить наяву тесный сруб не меня лишь ждет на краю лакированных вод там сосна переходит в дорогу и все длится ее переход спасибо Кирилл Владимирович будьте любезны пожалуйста выступает Кирилл Ковальджи я как-то совсем не собирался сегодня выступать новые стихи уже не помню на память но про что то что помню хотя бы два когда до учебных пособий докатишься в славе своей окажешься в мире подобий и выйдешь на свет без теней от жизни останутся даты вопросы получат ответ стихи превратятся в цитаты лицо обратится в портрет побудь же у славы в отгуле поспорь со своей судьбой пока тебе рот не заткнули строкой сочиненной тобой в бутылку с личным посланием доверил я океану кто-нибудь когда-нибудь утром глянул в океане полно бутылок никто никогда говорил себе я еще хоть куда но стал в метро забывать зонтики один другой третий гуляют где-то теперь мои зонтики женщин дети спасибо света бунина я тоже не собиралась сегодня читать но чрезвычайно радость здесь оказаться и видеть Андрея у нас вот она тяжесть в руках и ногах первого тела неловкий размах к телу второму шажок по прямой вот она боже ты мой сколько молчала терпела и вот как укачала легло на живот стала ослиной своей прямотой бей меня я за чертой даже и в этом лежачих не бить учат детей начинающих жить не вырастала и с виду мала как я тебя загнала всмотримся в старость ее волшебство тонкое вещи есть вещество едет старушка в вагоне метро страх согревает нутро вот пирожок ее вот утюжок нам бы пора испугаться дружок вот она небо ослиная месть жизнь моя где же ты есть сентябрь в Тергартене еще во все идет торговля и человеческая жизнь еще сама себе огромна еще сама себе дрожит на остановках где открыта двойная живопись цветов разглядывает тень магрита велосипедных седоков вот ты заходишь на посадку вот тельце белкой заводной летит на розовую грядку где разбивают по порядку строку строкуй весну весной раздавлен алый целует колеса блещут мысль шустрит сама себя не удостоит все тяжелее говорит стволами сжат замысловатый круг лета сирости и зла и хор небесный мал-малак читает в душах виноватый спасибо Калина Климова Кирина Йомархова Незрелый август отрывает плод и плод щеками толстыми сверкая невидимое время рассекая без тормозов на воздухе влевет в нем тукает неслышимый завод на нем прозрачно кожура тугая пульсирует а жизнь кругом такая что только зацепи и все взорвет а плод глядит в себя не замечая как на земле трепещет каждый лист рассеянно холодный свет вращая поет себе зеленый аутист душа растет в почти ненужном теле и так происходит жизнь на самом деле Даниил Чкония сейчас поделится с нами самым сокровенным народ все какой-то несерьезно стихи читает я вас призываю серьезно сосредоточить поскольку я человек умный я решил понять почему я делаю в жизни столько глупостей а поскольку делаю много глупостей то решил понять почему же я такой не умный по-видимому предположил я понять почему я такой не умный мне не дано потому что я не умный но тогда нужно понять почему я вначале решил что я умный очевидно я так решил потому что я не умный решил я но поняв это я очевидно проявил признаки некоторого ума говоря проще осмыслил ситуацию как человек умный а осмыслить ее так не умный человек не может значит предположительно я могу считать себя человеком умным это меня утешило но тут же возник прежний вопрос почему я делаю столько глупостей иными словами поступаю как человек не умный тогда я решил подойти к этому вопросу с другой стороны а именно что я называю глупостями например вот я пишу стихи может ли писать стихи не умный человек ну несомненно может что собственно говоря множество не умных людей делает и вот неумные люди пишут неумные стихи потому что умные стихи они написать не могут но с другой стороны еще Александр Сергеевич заметил что поэзия должна быть прости Господи глуповата а умные стихи умных людей порой к поэзии никакого отношения не имеют в то же время невозможно утверждать что все поэты неумные люди или что все неумные люди поэты но и то сказать зачем умному человеку писать стихи и пользу стихов не бывает а бесполезное занятие не может занимать умного человека Тогда почему же я так часто слышу, что о ком-то говорят, он очень умный человек, он стихи пишет И никто не поясняет, но пишет он умные и хорошие стихи Тем более, что мы уже знаем, что умные стихи вовсе не обязательно хорошие, а хорошие не обязательно умные То есть стихи дурные, а человека их пишущего являют умным Что логично, так как уже было сказано, что часто стихи умных людей вовсе не поэзия Но если они умные, я имею в виду люди, то должны понимать, что их стихи плохие Если они это не понимают, то какие же они умные А если понимают, то зачем пишут плохие стихи Иначе говоря, занимаются бесполезным с точки зрения умного человека делом А? Вы следите за моей мыслью? Если вам это удается, то вы несомненно человек умный Но если вы умный человек, вдумайтесь только, зачем же вы следите? За мыслью отвечаете вы, за мыслью Замечательно, радуюсь я за вас Вы следите за моей мыслью, значит понимаете, к чему я клоню То есть, конечно же, как мы установили, вы человек умный Но так как я сам пока не понимаю, к чему это я клоню То я человек неумный И как многие неумные люди, я пишу стихи И у меня в соответствии со сказанным выше Есть надежда, что они могут быть неплохими Но мне однажды передавали Что одна дама тоже сказала обо мне Он умный человек, он стихи пишет А мы с вами уже договорились, что умные хороших стихов не пишут Или вовсе не пишут стихов, чтобы не заниматься бесполезным делом Вы все еще следите за моей мыслью? Уважаю умных людей Я, скажем, усидеть за подобным ходом мысли не смог бы Следовательно, человек неумный Но неумный человек так трезво свои возможности не оценивает Значит, я умный Раз я умный, значит, пишу дурные стихи Возможно, я философ Если вам смешно, я определенный философ Потому что над поэтами не смеются Поэтам, если они хорошие, убивают И так я философ Тогда я умный Но почему я делаю в жизни столько глупостей? Потому что ты дурак Это я раздраженным кричу сам себе Конечно, вы умный человек И понимаете, что я о себе так не думаю Значит, я... Почему же я делаю глупости? Значит, а? Вот это я, ну Поступает Мария Батусина Встреча выпускников Когда она вернулась из Берлина Куда свела военная судьба В ее немецком профиле Ирина не узнавалась вовсе Худоба На лбу кудряшка Пиджачки плечистые Поджатые губы Брови, словно нить Ходила мать и охала фашисты И каждый час пыталась накормить А так глядела Еле выносила Похожая всем видом на змею На ящерку Сказать, кому носила На людях брюки В нашем-то краю И обе знали Будет обвыканье болезненным и долгим Вот тогда раздался им звонок Сквозь заиканье Сказали в трубку Встреча Сквозь года Она ушла на гибель С выпускного И сотни раз погибла Напрочь Но ей появиться в этой школе Снова Велели педсоветы Горрано Ты думаешь Ей были эти Лены Варвара Николай Или Андрей По барабану Дескать, перемены Такие в жизни Что Федерзейн Видали мы Немытые столицы Весь этот твой Десятый класс В горову Да ей на фронте Снились эти лица Когда спала Под грохот И стрельбу Где кто сидел С кем в дворе играла И наизусть По памяти Во сне Она их имена Перебирала Такие сны У юных на войне И обойдя Руины и ухабы Она дрожала Стоя у стены Да наберется Дюжина Хотя бы Таких же вот Вернувшихся С войны Чего скрывать Целехник И полом Собрался Весь ее Десятый класс Не потому Что выжили Без спорен Тогда бы был И благостен рассказ А потому Что в той Московской школе Учились дети Правильных отцов Никто из них Погибель на ее доле Не допустил Для правильных Рунцов Могу представить Как пустые С виду От натиска Нестрелянных друзей Катились слезы Счастья И обиды По впалым Сколам Ящерки моей Не жалко Пусть живут себе Герои Но не было Прозрения страшней Знать Учат не тому В советском строе Раз вся Россия Держится на ней Владимир Владимирович Солеймон Прочтет что-нибудь Нет Я очень благодарен Я не встану Я не встану Что? Что не встану Визачков А? Визачков Забыл Пахет Нет Нет Ефим Не надо